Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Уходил от столкновения по тротуару. В Гомеле водитель троллейбуса врезался в забор жилого дома. ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого областного центра. В неоднозначную дорожную ситуацию попал водитель троллейбусного маршрута номер 19. Со слов водителя, его подрезал автомобиль. Чтобы избежать столкновения, он применил экстренное торможение. В ГАИ сейчас разбираются в дополнительных причинах происшествия. По предварительной информации, никто из пассажиров не пострадал. У троллейбуса есть повреждения передней части, а владельцу частного дома теперь придется делать новый забор. Двойное столкновение в Житковичах. Из-за пьяного водителя разбились сразу три автомобиля. Авария произошла на улице Социалистической. Подвыпивший хозяин Форда не учел дистанцию до впереди идущего транспортного средства и столкнулся с микроавтобусом «Фольксвагентранспортер». От удара бус отбросило навстречу, где он врезался в Ауди. Водитель иномарки получил обширные травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы. Нелегальную торговлю пришлось свернуть. Сотрудники ОБЭП задержали на центральном рынке Гомеля распространителя мелких доз насвая. Некурительный табак 38-летний гомельчанин расфасовывал по небольшим полиэтиленовым пакетам и продавал всем желающим в розницу. Всего у мужчины было изъято порядка 600 граммов зеленого вещества. К слову, центральный рынок Гомеля – излюбленное место для распространителей насвая. Правоохранители регулярно проводят там рейды, однако насвайщики шифруются. Таков обзор происшествий за сегодня. Следите за нами вместе с программой де-факто. До свидания.